Садовый мир И вот сегодня мы застали цветение Такой шикарной глицинии Как раз это еще и ответ на вопрос Тех садоводов, которые спрашивали Про ту глицинию, которая продается у нас Сейчас в садовых центрах в коробочках Мы сейчас обо всем поговорим Ну и конечно первым делом Об этой удивительной глицинии Которая не у себя на родине Так роскошно цветет Что это за вид? Ну это азиатские виды глицинии Это глициния китайская Они Не морозостойкие Жить будут в нашей полосе Только в закрытом грунте Если у кого-то есть Тепленый балкон Или зимний сад То растение очень хорошее и красивое Дело в том, что Этому растению для Закладки такого огромного количества бутонов Нужна обязательно прохладная зимовка Поэтому как бы Оно на зиму листья сбрасывает И стоит голыми ветками И ждет февраля месяца Вот у нас в феврале они цветут На улице мороз Это и снег А у нас тут уже весна Во всем Ну я вот как раз наблюдала Эту глицинию всю зиму И стояли в общем-то Такие тоненькие Можно сказать Невзрачные веточки И вдруг Это настолько шикарное Цветение Называют эту глицинию Сиреневый дождь Она действительно Вот если ее окинуть Общим взглядом Она действительно Смотрится как дождь А если бы вы еще чувствовали Этот восхитительный аромат Она пахнет сиренью И вот это вот глициния Конечно Оставляет неизгладимое впечатление Наверное в природе У нее Подлиннее могут быть и кисти И все Но вот Я считаю, что Даже такое вот цветение Для нашей местности Где у нас таких ладан Где у нас недостаток света Это просто Замечательный результат И вот как вы за ней ухаживаете Обрезка Подкормки Что ей нужно Ну подкормки Как я ее все кормлю Это раз в 10 дней Начиная Вот как она начинает просыпаться Это в феврале месяце Подкормливаю первый раз азотом А потом Я чередую органику и минерал Каждые 10 дней Это за весь сезон Она наращивает Это огромную биомассу Это Вот Тут даже если вот опылить цветы Это завяжется Стручки будут Это висеть Что еще Это Ну и продолжаю Подкормливать До самого октября-ноября Она начинает Осенью желтеть Как и наши деревья Это Вот Листь сбрасывает Ну и тогда она переходит На зимнее содержание Ее почти не поливают Так чуть-чуть поддерживаем Чтобы она не засохла Вот И в таком состоянии В голом Она Ждет Февраля месяца Вот Обрезка Обрезка Обрезку конечно С глицинией сложная Дело в том Что если сильно обрежешь То обрежешь все цветы Вот Надо знать Какие почки Это Ну во-первых Тут видно по веточкам Вот есть короткие веточки Такие И со скученными почками Ну прям Много-много-много На коротких веточках почек Вот Это Обычно Вот они Это раскрывается С большим количеством Этих цветов Вот Ну и в принципе На длинных побегах Тоже Вот Вот длинный побег Он весь В кистях Увешенный Вот Поэтому Сложно обрезать Но Обрезать нужно Потому что Растение мощное И Займет Много Пространства Ну вот Глицинию Которую мы Можем наблюдать Скажем На Черноморском Побережье Кавказа Это Тут же Виды разные есть Там Флорибунда Есть Еще Некоторые Виды Есть Вот Ну Вот У этой Кисти До 30 сантиметров Вырастают Довольно Длинные Вот Вы тут Сказали Что Порядка 150 кистей На них Да Прикинул Примерно Еще Я хочу Сказать Что Огромное Количество Маленьких Кисточек Бутончиков То есть Она Достаточно Долго Еще Будет Цвести Ну Если Вот Ей Позволит Наш Климат Здесь Здесь Очень Жарко Сейчас Поэтому Если Цветы Не сварятся Достаточно Долго Цветит Потому что Начинает Кисть Цвести От Начала Ну Как Она Выходит И Распускается Вниз 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 Пока Не Закончит Распускаться Сам Последний Конечно Здесь Вначале Кисти Начинает Усыпаться Но Факт То Что Пока Вся Кисть Не Распустится На ней Цветы Так Теперь О том Как Вы Вырастили Это Был Черенок Это Черенок Это Черенок Даже Не Черенок А Типа Воздушной Отводки Не Воздушные Ножа Я Просто Ну У Большой У меня на родине Там Большая Милиция Росла Это Вот И Ветка Упала Вот И Она Ее Покрыла Это Там Листочками Земля Получилась Вот И Она Укоренилась Я Ее Отрезал И Вот Привез Сюда Ну Вот Про Родину Это Мы Сейчас Говорим Что У Сергея Маринкова Здесь Вторая Родина Это Нижний Новгород Это Глубокая Средняя Полоса С Нашими Морозами За 30 Градусов Естественно Такую Глицинию Оставить В грунте Нельзя А Вообще Она Хоть Сколько Мороза Переносит Она Эту Жить Она Будет Пока Из-под Снега Не Вылезет Она Будет Жить Как Только Из-под Снега Появятся Побеги Ее Сразу Обрежут Морозом Плюс Она Не Успевать Будет Закладывать Цветочные Почки Потому Что Ей Не Хватит Тепла Сумма Активных Температур Поэтому Смысла Растить Такую Глицинию Нет У вас Будет Полуметровая Глициния С С листьями И Никакого Эффекта Я Могу Это Подтвердить Потому Что Моих Знакомых В саду Под Нижним Новгородом Глициния Уже Растет Несколько Лет Как Говорят В садовых Центрах Она Действительно Зимой Она Не Погибает Корень Остается В земле Весной Выбрасывает Зеленый Побег Но Дальше Этого Ничего Не Действительно Может Вырасти На метр На полтора Уходит Стебель Это Глициния Она Это Лиана Древесная Да То есть Она Вот так Изгибается И Я Там Пыталась Определить Какой У нее Горшок В каком Горшке Она Растет Тут Литров Тридцать Наверное То есть Вот Это Все Великолепие В Тридцатилитровом Горшке В Принципе Это Вполны Реально Содержать И На Лоджии И Где На Хорошем Утепленном Балконе Если Есть Большое Желание Но Вот Только Нужно Научиться Правильно Формировать Научиться Размечать Вот Эти Почки И Тогда У вас Представляете Будет Вот Такая Роскошная Глициния Вьющаяся Сирень Или Сиреневый Дождь И Чудесный Аромат И весна Которая Наступает Уже Феврале Спасибо Сергей За Такой Исчерпывающий Ответ И мы К вам Обязательно Еще Придем С вашего Согласия Чтобы Посмотреть Ваши Новые Диковины